Музыка Ребята, всем привет! У микрофона Хатабыч. И сегодня будет краткий мини-обзор на один очень-очень интересный отряд Советского Союза. Боевой рейтинг номер 2. В красном углу у нас сегодня находятся ребята из команды пулеметчиков. Но пулемет не простой, а системы Шоша. Решил я сделать обзор, но обзор в своем плане. Поэтому не будет никакой Википедии, не будет никаких вставочек, найденных в интернете. Вставочек в смысле фотографий. А обзор в рамках игры. Я понимаю, историчность это все хорошо, это все здорово. Но тем не менее, у нас здесь онлайн игра. И поэтому я буду обозревать с точки зрения геймплея, с точки зрения игры. Что ж, давайте посмотрим. 521-й стрелковый полк нам пишет Игруля. Что мы здесь имеем? Мы имеем здесь четырех солдат, которые одеты в теплую зимнюю одежду. У всех у них есть такие замечательные каски. Называется каска Шварца. Что ж, давайте детально рассмотрим данный отряд. Пулемет Шоша БР номер 2. Каждый солдат вооружен по дефолту ножом, взрывпакетом и оснащен большим рюкзаком. Где имеется три аптечки. Давайте это как раз таки проверим. Да, действительно, ничего отличительного друг от друга они не имеют. Данный отряд, как вы можете заметить, имеет возможность подсоединить еще одного члена экипажа. И это будет инженер. Давайте поглядим. У меня инженера нету, поэтому при вас я как раз таки это... Нет, 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 нет. Это и сделаю. Инженер 2. Инженер 1. Инженер 1. Так, чем они отличаются-то? Наверное, только перками. Давайте этого и купим. Давайте. Почему бы и нет? Так, вот на ваших глазах был куплен дополнительный член экипажа. Иди сюда, дружок. Закрываем. Но, как мы можем видеть, вооружен он так себе. Хотя он приобрел такую же форму. Кстати, по поводу внешности. По поводу внешности. Попробуем поменять. Меняется на Берлин и на Сталинград. Сталинград и Москва, в принципе, ничем не отличаются. По большому-то счету. Ну, пускай оставим так. Мне нравится у них такая классная красная звезда здесь творится. Так, и пулемет Шоша. Здесь небольшая краткая справка. Пулемет 8-го калибра, 8 миллиметров. Имеет очень кривой, ну, из-за большого калибра магазин. Я вот так вот уберу. Вот так вот уменьшу. Второй БР. Это московские карты должны закидывать. Скорострельность 300. Ну, не очень большая скорострельность. Но, тем не менее, должно этого хватить. Прицеливаться, я думаю, из него будет очень интересно. Потому что все прицельные приспособления находятся как бы немножко сбоку от продольной оси оружия. Всего патронов 80. Меня это не устраивает, конечно же. Поэтому мы это поменяем на большую патронную сумочку. Давайте купим всем им патронные сумки. Большие. Где она тут? Раз, два, три, четыре. Готово. Закрываем. Переходим обратно. Этому дружочку тоже надо что-то купить. Хорошее. Второго БР, соответственно. Так. Винчестер. Хорошая тема. Почему бы и нет. Где он? Подарим ему аптечку. Дымовая граната. Взрывпакет. Тоже взрывпакет пускай будет. Вот. Отлично. Хоть как-то. Снарядили инженера. И перки. Вот перки по дефолту, когда приобретаешь данный отряд. Что мы здесь видим? А видим. А видим так себе здесь. Расставим. Перки. Вот так я захотел расставить. Эти перки. И давайте приступать. А закинуло нас в Сталинград. Так. Берем шошу нашу. И сейчас будем обозревать. Как же в бою все это выглядит. Мы находимся в обороне. И обороняем здание вокзала. Что ж. Что ж. Неплохо. Пока неплохо. Пока нравится. Пока нравится. Конечно. Персонажи не прокачаны. Бег не прокачан. Выносливости практически нет. Что. Давай. Враг. Наступай. Вражина. Я не чувствую отдачи. Это плюс. Это очень хорошо. Прямо. Прямо. Отлично. Отдачи нету. Но очередями он не стреляет. Надо нажимать на мышку постоянно. Где же враги? Враги. Ау. Надо же пацанам показать. Как идет. Как стрелять из него. Дамаг и все такое. Я обзорщик от бога. Да. Поэтому не ругайтесь. Сильно. Ну не умею я зачитывать в Википедию. А вот и первый. Первый пациент пришел. Да. Сволочи. Они пошли на другую точку. Как всегда это бывает. Закон подлости. Как вот. Перезарядочка. Не вовремя. Не. Магазин маленький. А мне нравится. Мне нравится. Дамаг отличный. Дамаг замечательный. И прицеливаться очень удобно. Прицеливаться удобно. Вот одного уже. Одного уже убили. Одного убили. Пополнимся. Первое впечатление. Первое впечатление отличное. Попытка номер два. Че ты там киуешник выгибаешься. Да. Ну. Бегают они медленно. Ну что. Попытка номер два. Попытка номер два. Та же самая карта. Тот же самый бой. И мы продолжаем отражать атаки немецких солдат на наши позиции. Обороняем вокзал в Сталинграде. Обороняем вокзал в Сталинграде. А это снайпер. Вот так вот. Вот так вот. Попытка номер два провалилась. Попытка номер два проваливается. Попытка номер два. Попытка номер два закончена. И снова Шоша в деле. Снова Шоша в деле. Та же самая карта. Попытка номер... Попытка номер три. Попытка номер три. Мы отбиваем одну из двух точек. Точка А в данном случае. Очень много немецких солдат. Захватили наш вокзал в Сталинграде. Свой. Так, ну вроде... Вроде и все, собственно говоря. А боты... А боты идут в дверь. Они не бегают. Не заходят через окно. Там работает танк. Бегаю как сумасшедший по этой локации. Ищу врагов. У них осталось чуть меньше половины подкрепления. Где-то я слышу... Опа! В голову! Точно и в голову! Враг будет повержен. Так, ну тут снайпер где-то был. Я думаю, может быть... Да, вот он. Вот он снайпер. В принципе... В принципе... Пулемет неплохой. Ребята. Всех моих ребят положили. Всех ребят моих положили. Живучесть... Живучесть у... Данных ботов точно такая же, как и у всех. Абсолютно. Поэтому... Модель поведения точно такая же. Обозреваем чисто пулемет. Я хочу сказать еще раз, что... Отдача здесь... Это танк был. Отдача здесь маленькая. Попытка номер 4. А я напоминаю, это все тот же самый бой. Все та же самая карта. И вы смотрите обзор на пулемет Шоша. Отряд бравых советских воинов. Которые в данном случае обороняют вокзал в городе Сталинград. И сжим. Еще раз повторюсь, что пулемет создал приятное впечатление первое. Имеют незначительную отдачу. Практически... Практически ее нету. Практически ее нету. Дамаг здесь... Дамаг здесь царский. Надо точку найти эту... Пищащую. Где она? Сволочи там. Я только что наступил на мину. На противопехотную. И остался живой. Поэтому... Имейте ввиду. Ну вот. Имейте ввиду. Все подходы заминированы. Смотрим внимательно под ноги. Ну уже дело чести найти эту хрень пищащую. Все. Готово. Входила у меня реакция. Нет, нет, нет. Берем пулемет. Нам нужен пулемет. Мы обозреваем пулемет. Не туда побежал. Немножко запутался. Нам надо туда. Ну, что еще можно сказать? Пулеметчик должен иметь определенные перки, я думаю. Это на смену... На перезарядку на быструю. На вертикальную горизонтальную отдачу. На выносливость. Это все, я считаю, как бы логично. Смотрите, какой прекрасный дамаг. Как хорошо. Как хорошо. Сбоку танк. А я продолжаю дальше обозревать отряд с пулеметом Шоша. И это второй бой. Та же самая карта. Сталинград. Та же самая локация. Это вокзал. Но теперь мы наступаем совсем с другой стороны. И точка... Точка расположена немножко в другом месте. Немножко в другом месте. Надо обязательно поставить точку сбора, чтобы помочь своим ребятам. Ну и поучаствовать в рамках задрот... Задрот-марафона. Отработаем по окнам. Потому что... Никого там уже нет. Там уже никого нет. Ну и ладно. Продвигаемся дальше. Бегает, конечно, он медленно. Вверх на скорость передвижения у меня не прокачан. Поэтому... Поэтому может показаться, что пулемет тяжелый. И если вы услышите, что... Пулемет тяжелый у какого-нибудь другого обзорщика... Плюньте ему в лицо. Пулемет не тяжелый. Просто надо прокачивать. Там танк еще оказался. Нет, нет, нет. Нам нужен пулемет. Нам нужен пулемет. Хорошо. И снова Шоша в деле. Это второй бой. Та же самая карта. Вы знаете, первое впечатление положительное. Я еще раз скажу. Хоть уже неоднократно в этом видео я это говорил. Ну, тем не менее. Действительно, данный пулемет... Данный пулемет... Очень хорошо сбалансирован в плане геймплея. И... Чем-то он мне напоминает MG-30, знаете. Чем-то напоминает он MG-30. Опасно. Перезарядочка. Убил какого-то китайца. Нерасторопный китаец. Ну, что хочу сказать. Очень медленно в этом бое мы продвигаемся. Хотя... Конечно же, это никак не влияет на обзор данного отряда. А точнее... Данного оружия, которого вооружен данный отряд. Просто такой бой. Второй бой. И снова Сталинград. Ну, а я бегу с пулеметом французского конструктора Шоша. Да, историческая справка. Небольшая. Данный пулемет был... Изобретен во время Первой мировой войны. И очень широко и массово применялся. Во время данного действия. Очень массовое оружие. Напряженный момент. Меняем позицию. Не успели поменять позицию. Ложись. Во, граната высоко и далеко полетела. Чувак не зря прокачал себе перк на бросок оружия, на бросок гранаты. Либо мертвый, либо он... Либо я кривой. Ну, мне кажется, этот чувак уже был мертвый. Перезарядочка. Маленький магазин. Маленький. Мало патронов. Мало. Это боты стоят. А это уже не боты. Это уже не боты. Обходим, обходим. Иначе можно отряд потерять. Иначе можно потерять отряд. Зайдем с другого края. Так, свои. Хорошо, смотрю. Смотрю, куда стреляю. Тем не менее, медленно, но верно советские войска захватывают позиции немецких солдат. Вот я вижу одного... Одного пациента. Иногда дамажит с первого раза. Иногда с первого раза дамажит. С первой пули. С одной. Да, отдача здесь просто королевская. Ее просто почти нету. А если вкачать перк соответствующий, то будет красота. Просто красота. Да. Однозначно этим отрядом я буду играть. Второй ранг. Ну, закидывает иногда, конечно, на третий. Я думаю, что сейчас... Сейчас я на третьем ранге. Очень много автоматического оружия. МП-40, скорее всего. Ну, это легко понять, если читать киллчат. Я на киллчат внимания не обращаю. Обходим нахер отсюда. Обходим и уходим. Атака точки. Со всех сторон. Со всех сторон зажали. Я даже не понял, откуда. Вот оттуда. Давай. Пошли. Пошли вперед. Так, оценим обстановочку. Оценим обстановочку. Пойду зачищу данную точку. Если получится, конечно. Да, не хватает перков на вертикальную отдачу. Не хватает. Все полегли. Ну, какой можно подвести итог по поводу данного отряда. Нагиб за деньги. Нагиб за деньги. Ну, отчасти. В умелых руках, да, с прокачанными перками. Это просто имба. Да. Это нагиб за деньги. Нагиб за бабло, как говорится. Pay to win. Pay to win, ребята. Поэтому данный отряд рекомендован. Покупки. Покупайте. Не бойтесь потратить свои деньги. Это не то, чтобы реклама. Просто... Ну, лично мне понравился отряд. Лично мне отряд понравился. Испытал я его на ваших глазах. В боевой обстановке. Поэтому я рекомендую. Хатабыч рекомендует данный отряд. Ха-ха-ха. Да. Да. Ну, а всем, кто досмотрел данный ролик до конца. Всего хорошего. И до свидания.